так ребят всем привет и не шибанов на связи давайте для начала проверим качество звука как меня слышно как меня видно чтоб у нас ничего не свистела не трещала ничего нас вами не отвлекала если все кейс бомбите прям плюсики в чат на чтоб я видел не обращайте внимание заранее говорю буду отвлекаться от камеры на экран монитора чтобы видеть вашу обратную связь просто камеру технически не получается поставить как-то по-другому могу пониже немного наклонить чтобы было немножко поудобнее на визуальный контакт держать смотрите ключевая тема нашей сегодняшней встречи собственно разбор разбор площадки салт мы вижу миша марков подключился миша не люби пожалуйста звук камеру а то будем диссонанс создавать маленький да вот ладно съехали немножко смотрите ключевая тема нашей сегодняшней встречи это разбор площадки салт мэйд разбор платформы салт мэйда что это такое с чем увидят зачем она нужна пробежимся по ключевым вопросам встреча будет недолгой до постараюсь как-то максимально сжато все это сделать максимально динамично интересно классно вкусно итак поехали ребят смотрите первое ключевое что вам необходимо понимать что такое салт мэйд вот напишите прям в чате вот пока сейчас идет при старт ваше личное понимание что такое салт мэйд потому что это очень важно нам необходимо с вами после старта всем идти нога в ногу нам необходимо всем идти в унисон чтобы у всех было точное понимание что это такое вот элементарная ситуация разберем вы пишите кому-то там в интернете или кто-то вам там в интернете что-то пишет да вы ему говорите вот заходи у нас там softmate туда-сюда и он задает вам простой человеческий вопрос я вам сейчас задаю простой человеческий вопрос а что такое softmate как вы ответите как вы ответите вот прям так и бомбите в чате я буду это читать мне это очень интересно Мне интересно ваше понимание, ваше видение этого. Вот Данил пишет, командный рост, тема для заработка, да, тоже вариант. Пишите, не стесняйтесь, ребята, у нас сегодня с вами такая более рабочая схема, да, будем разбирать некоторые моменты, некоторые вопросы, на которые я буду давать конкретные ответы, как это должно быть и как это есть. Самоделкин, self-made бизнес на автомате, окей, хорошо понял, смотрите, я вижу, что как такового понимания у вас еще нет. Вот, прежде всего, необходимо знать, что self-made – это онлайн-платформа, то есть это необходимо прям, ну, прям запомнить. Онлайн-платформа, что такое онлайн-платформа? В наше время, сейчас вот в наш век информационный, начали набирать вот обороты онлайн-платформы. Все вы видели такие платформы, все вы с ними не раз сталкивались, но вы не особо понимали, да, что это такое, как она работает. Вот как раз self-made – это и есть онлайн-платформа. Яркий пример онлайн-платформы – это всеми нами любимый Сбер, да, его нельзя назвать Сбербанк, у них сейчас там произошел вот этот сменный имидж, он называется Сбер, да. Так вот, Сбер сейчас – это вот онлайн-платформа. Когда вы заходите на сайт Сбера, вы видите не только Сбербанк, вы там видите доставку, вы там видите автокредиты, вы там видите кэшбэки, вы там видите какие-то заправки, вы там видите Сбермаркет и так далее. То есть, что такое онлайн-платформа? Онлайн-платформа – это сайт, это сайт, на котором размещаются, ну, условно говоря, интернет-магазины. Разные, совершенно разные. То есть, онлайн-платформа, она объединяет разные продукты разных поставщиков, да, она и является таким посредником между поставщиком услуги, да, либо товара и потребителем. То есть, онлайн-платформа, она дает место, где вот эти поставщики могут собраться. Selfmade System – это как раз-таки есть вот такая вот онлайн-платформа, на которой находятся два на данный момент продукта, которые в продаже, и два продукта, которые даются совершенно бесплатно после активации. Бесплатные продукты – это у нас Selfmade System, система по автоматическому, команда по строению, да, по авторекрутингу партнеров, вашу команду. SM-школа – это моя авторская школа, да, в которой я разбираю некоторые такие моменты. Ну, ключевое название этой школы – это техники, которые вам не расскажет ваш спонсор, да, то есть, вот я там показываю некоторые секретики MLM-бизнеса, да, которые вы должны понимать. Это вот продукты, которые даются вам бесплатно после активации маркетинг-плана Genesis. За что конкретно вы платите? Вы платите за два конкретных продукта. Первый продукт – это сервис Автовебхак, и второй продукт – это сервис ХакниПиар. Автовебхак – это сервис для автовебинаров, и ХакниПиар – это сервис для рекламы. То есть, это сторонние сервисы, это наши сервисы, да, но для площадки Selfmade – это сторонние сервисы. То есть, по таким же принципам мы можем потом подключить совершенно какую-нибудь другую компанию, да, какой-нибудь другой продукт. Вот возьмем, пойдем на какую-нибудь коллаборацию, подключим кого-нибудь еще. И в рамках маркетинг-плана Genesis, например, вы также будете иметь доступ к какому-то третьему продукту. Почему нет? Мы онлайн-платформа, мы имеем на это право. Вот что такое self-made system. Это онлайн-платформа. Это нужно понимать. Следующий вопрос. За что вы платите деньги? В принципе, я сейчас только об этом сказал. Плюс в кабинете у вас есть видеоролик прям конкретный, прям по шагам там рассказано. Заходите в раздел «Купить пакет». Там есть прям специально заготовленный заранее ролик. За что конкретно вы платите деньги? Зачем этот ролик был снят? Этот ролик был снят с одной единственной целью. Это опять-таки понимание. Вы должны точно, четко понимать, за что вы заплатили деньги. Это первое. Второе. Вы должны точно, четко понимать, куда ваши деньги пошли. Третье. Вы должны четко понимать, что за эти деньги вы получили. И последнее. Вы должны точно, четко, конкретно понимать, что получит человек и куда пойдут его деньги. то есть тот человек которого вы позовете думаю с этим вопросом мы с вами решили кому на данном этапе все понятно кто еще не поплыл кто еще не запутался поставьте пожалуйста цифру 5 не надо плюсики бомбите пятерки мне важно чтобы вы прям понимали иначе дальше не видать нам с вами удачи да очень часто я встречаю в интернете такого рода проблемы когда стартует какая-то компания не компания площадка не площадка ты заходишь и задаешь человеку простой человеческий вопрос что это вот что такое что чем ты занимаешься и люди начинают плавать да я там вот у меня маркетинг да ты нормально ответь просто по-человечески чем ты занимаешься что это что это еще за сайт что за сайт что там продаете то есть элементарно сам хотя бы понимаешь что ты продаешь очень часто встречают таких людей которые вообще не отдупляют, что они даже продают, и это проблема, ребята, это реально прям проблема. Вы должны точно понимать, что вы даете людям. Почему? Смотрите, на протяжении вот, собственно, всей нашей пристартовой работы, вот сейчас 4 дня, да, я в чат неоднократно записывал вот такие вот кругляшочки, скидывал, да, рассказывал одну очень интересную мысль. Self-made system – это бизнес, за который вам не будет стыдно. Это одна из ключевых мыслей, да, и я повторю сейчас ее еще раз, потому что как только ты точно понимаешь, что ты купил, и ты точно понимаешь, что ты продаешь, тебе не может быть за это стыдно. Возвращаемся еще раз к теме, да, смотрите, элементарно, возьмем какой-нибудь пример, например, есть я, да, Женя, я позвал какого-нибудь партнера, не знаю, например, вот, Валерия, я позвал Валерия, да, говорю, вот, заходи, Self-made system, здесь все огонь, здесь все классно, как бы заработаешь, продукты крутые, все окей, да. Прошло какое-то время, допустим, Валерию что-то не понравилось. Ну, не знаю, что, я не знаю, что должно произойти, чтобы ему не понравилось, комета должна упасть, наверное, да. Ну, допустим, возьмем такую ситуацию, что ему что-то не понравилось, вот что-то. И Валерий сказал, все, не хочу, вот, ваш Self-made system, я пойду в какую-нибудь там еще работу, не работаю, еще там куда-нибудь там туда, короче, да. Да, у вас после такого ни в коем случае не возникнет вот этого чувства, что человек зря потратил деньги. Вот для понимания, я понимаю, что сейчас в чате, в принципе, на этой трансляции могут быть люди, которые с таким не сталкивались. Но я также понимаю, что есть люди, которые с таким сталкивались. Так вот, ребят, напишите для остальных, поставьте цифру в 7, у кого такое было. Когда ты приглашаешь человека, человек, вроде, деньги от потратил, потом он куда-то слился, а ты сидишь такой, как этот, обтекший, да, такой, чувак, ты бабло зачем вообще потратил? И у тебя вот этот вот здесь, вот это жжение, знаете, появляется такое чувство, что ты что-то ему втюхал, а он потом очнулся, что ему это не надо. И ты сидишь такой весь, обтекаешь и думаешь, блин, зачем я вот это сделал? Зачем? Что мне эти 200 рублей, которые там с него поймело, они мне что, жизнь спасли, что ли? Да нет, конечно. То есть, вот такое оно бывает, и вот такого у вас не будет. Здесь, в рамках этой площадки, у вас такого не будет никогда. Почему? Потому что, когда человек активирует маркетинг-план Генезис, он не просто заходит в маркетинг-план, он не просто занимает свое место в системе, это чушь и бред, он получает продукты, которые ему реально нужны. И еще раз проедем по продуктам. Первое, что он получает, сервис, хак, не пиар. Эта площадка здесь на данный момент с 10-тысячной аудитории для рекламы любого продукта, любого товара, любой услуги, хоть что, вот что хочешь там и рекламируй. После того, как человек даже от вас отпочковался куда-то, да, назовем это так, отпочковался, ушел в какую-то другую там компанию, проект, неважно, ему все равно нужна реклама. Все равно ему нужна реклама. И в любом случае за ним вот этот вот годовой вип-статус, да, да, у него все равно это все останется. У вас не будет чувства того, что вы человека обманули, что вы ему продали там какой-то, это, как и брак какой-то ему толкнули, да. Нет, в любом случае за ним все это остается, за ним это закрепляется. И даже когда он ушел куда-то в другую компанию, за ним этот вип-статус остался, он может без проблем пиарить все, что он захочет. И вот за это вас должна наоборот брать гордость, что вы человеку реально помогли. Человек реально слонялся из компании в компанию. Он заходил там туда, заходил сюда, заходил туда. Ему везде надо рекламироваться. Везде не бывает такого бизнеса, который работает без рекламы. Такого не бывает. Даже если я сейчас возьму, куплю дочери пластилин, она налепит каких-то игрушек, я пойду, захочу где-то эти игрушки продать, мне все равно нужна реклама, понимаете. Реклама нужна всегда, везде, абсолютно любому. Поэтому, когда ты позвал его на Selfmade System, когда он купил маркетинг-план Genesis, ты его обеспечил рекламой на целый, блин, год. И за это ты должен себе галочку поставить, что да, одного человечка ты уже вытащил, одному человечку ты уже помог, ты красавчик. Вот реально ты красавчик. Хотя бы одному, но ты помог. А если ты поможешь 120 людям, так будет вообще огонь. Ты еще такую кучу денег заработаешь, но об этом позже. Давайте сейчас почитаем дальше, как донести инфу до потенциального партнера. Данил, смотрите, вам не нужно доносить информацию до потенциального партнера. После того, как площадка запустится, у вас активируется раздел SM-система. Вы туда заходите, и там есть четкая конкретная система. Она уже готова со всеми скриптами, со всеми ботами, со всеми цепочками сообщений, со всеми воронками, воронками ВКонтакте, воронками в Телеграме. То есть там целый комплекс. Вот вы заходите, просто смотрите, делаете так, как там написано, и оно работает. Думаю, я ответил на ваш вопрос. Дальше. Трафик нужен, да, ну, понятное дело, реклама тебе нужна. У нас сейчас 400 человек, потом будет тысячи. Да нет, конечно, мы не будем давать однотипную рекламу. Во-первых, да, поехали, разберем вот какой момент. А сервис Hackney PR дается в качестве продукта. И понятное дело, что если мы там многомиллионной аудитории туда зайдем, как бы, ну, начнется вот эта каша на всех людей, условно говоря, не хватит. Но не забываем, что мы сервис Hackney PR даем в качестве продукта. Мы его продаем. Мы его продаем. То есть вы зашли, да, вы начали на нем пиариться, вы начали получать новых партнеров, вы начали зарабатывать деньги. Ну, что тебе мешает пойти и купить какой-то другой сервис? Ты деньги заработал. Давайте пройдемся по основным законам бизнеса. 30% поступающих денег ты обязан тратить на рекламу при любых раскладах, иначе твой бизнес станет колом. Давайте это запишем. 30% своих денег. Обязательно. Тратим на рекламу. Иначе твой бизнес станет колом. А рекламных площадок на самом деле огромное количество. Hackney PR дается вам для старта. То есть вот качнуться, чтобы вы стартанули, начали приходить люди, у вас пошел заработок, без проблем. Ну, заработал ты тысячу рублей, ну, что тебе три сотки жизнь спасут? Не спасут. Серьезно тебе говорю, не спасут. Я сейчас в магазин сходил, пятерку оставил, не спасут тебе 300 рублей никак, ни при каких распадах. Взял эти 300 рублей, пошел куни баннерку запустил. О, вот это дело. А лучше 500. Едем дальше. Евгений, если кого-то из своих родных и близких надо пригласить, то как все это проделать? Ну, начнем с того, что надо, надо, это вообще некорректное слово. Вам вообще ничего не надо. Вы вообще можете ничего не делать. Есть необходимость. Вы понимаете, что вам необходимо это сделать. И не обязательно начинать с родственников. В интернете огромное количество людей. Я вообще иной раз прямо выстебываю над людьми, которые задают вопрос, где мне брать людей. Ты вообще, ты интернет вообще видел? Ты знаешь, сколько там миллиардов людей сидит? Заходишь на социальную сеть ВКонтакте и просто начинаешь с людьми общаться. Общаться по-человечески нормально, говорить, что вот есть там software system и так далее, без проблем. Закачивай людей из интернета, их там, блин, миллиарды. Ты просто всех не перелопатишь. Не обязательно начинать с родных и близких. Но если все-таки хочется, если все-таки прям сильно хочется, да, начинать с родных и близких, то я рекомендую таких людей, вот прям, которые прям реально близкие, которые вам доверяют. Я сейчас объясню, как это можно сделать, а потом объясню, почему этого вообще не надо делать. Вот. Если прям хочется это сделать, да, приглашайте этих людей на прямые эфиры, заводите их в чат, пускай они смотрят, скажи, вот, как бы, есть классная тема, заходи, подключайся, смотри, разогревайся, задавай вопросы, там, получай ответы и так далее. Вы должны переложить с себя вот эту ответственность, да, и теперь мы продолжаем. Я сразу сказал, что я сейчас объясню, почему этого вообще не надо делать. Проблема основная в чем? Ты не сможешь подписать родственника либо знакомого, да, ну, если у тебя очень маленький опыт в интернете, ты, скорее всего, этого не сможешь сделать, поэтому тебе нужно перекладывать ответственность на кого, на какое-то третье лицо. Поэтому я говорю, заводи этого человека в чат, приводи его на эфиры, чтобы он смотрел, чтобы он вникал, чтобы он проникся вот этой темой, иначе у тебя будет вот такая вот проблемка. Твои родственники, твои знакомые, твои друзья, они не воспринимают тебя как бизнес. Я не говорю сейчас, вот, Данил, конкретно за вас, да, а я говорю в общем. Ты, условно говоря, вчера у соседа сотку занимал, а сегодня ты его в бизнес зовешь. Ну, разве он будет тебя как бизнес воспринимать? Ну, вот ответь просто, вот, это же, это же логика обычная человеческая, вот жетончик у тебя сейчас уже должен провалиться. Ты, условно говоря, у него там тысячу вчера перехватывал, а сегодня ты говоришь, пойдем в бизнес, станем миллионерами, он на тебя посмотрит как на идиота. Про какой бизнес ты мне рассказываешь? У тебя носки дрявые, ты вчера приходил, сигарету у меня стрелял, бизнесмен домашний. Поэтому, вот это вот основная проблема. Не воспринимают тебя люди, не конкретно вас, Данил, я сейчас говорю, в принципе, не воспринимают тебя, твои близкие, как бизнес, и не будут воспринимать. Даже когда у тебя пойдут серьезные чеки, они все равно не будут этого воспринимать. Мне потребовалось три года, чтобы мои знакомые начали воспринимать меня как реальный бизнес, как бизнес. Чтобы от меня прям воняло деньгами. Вот, мне на это три года понадобилось. Представляешь, какая это была титаническая работа? Очень большая. Поэтому, если ты очень все-таки хочешь, очень все-таки хочешь подписать родственников и знакомых, тогда тебе необходимо перекладывать ответственность на третье лицо. Говорить, вот есть ребята, смотри, есть классная тема, вот заходи, тебе ребята расскажут. Я сам только подключился, я сам новичок, я сам еще вот здесь вот вообще не бум-бум, но вот чуйка у меня, да, что здесь бабки есть. Пошли, вот ребята тебе расскажут. Мне интересно твое мнение. Вот это вообще классный такой момент, особенно с близкими хорошо работает. Мне интересно твое мнение. Пошли, скажешь мне свое мнение. И перевел человек на вот такой же эфир, на такую же трансляцию, где вот Женя ему все рассказал, да, а потом после эфира созвонился с ним, да, или там в подъезде встретились, ну что, как тебе, скажи свое мнение, понравилось, не понравилось, это классная методика, запоминайте ее. Едем дальше, ВК меня забанили, неправильно рекламировал, нужен наставник, потому что торопитесь, да, смотрите, во-первых, в системе все будет, я сейчас показывал, как это делать вот так вот на пальцах, на пальцах, да, что можно найти в интернете человека, с ним можно списаться, с ним можно пообщаться, пригласить его на трансляцию, это все работа на пальцах, это все, как правило, работа через переговоры, но вам этим не нужно будет заниматься, потому что у вас уже готова SM-система, вам ее нужно будет только запустить. Там уже выверены все лимиты, чтобы вас никто не банил, чтобы вас там черные списки не кидали и так далее, там все готово, там все продумано. Осталось вот буквально 5 дней подождать, ну поскольку сегодня день уже по сути прошел, осталось вот 5 дней буквально подождать, откройте раздел, запустите систему и все, у вас будет огонь. Ладно, едем дальше, ребят, смотрите, по поводу пополнения были у нас очень много переговоров, у нас было в телеграм-чате о том, что здесь пополняться, тут пополняться, здесь комиссия, почему там кто-то писал, что такая большая комиссия, ну камон, ну камон, 500 рублей ты переплачиваешь, да, ну даже объективно, давайте сейчас посчитаем. Активация маркетинг-план Генезис стоит 4,5 с учетом комиссии и фрикассии, опять же комиссию берем не мы, я об этом уже говорил, да, комиссию берет платежный агрегатор. Ну даже от того, что ты вот эту пятихатку переплатил, ну что, не знаю, земля остановилась, да нет, конечно, это не те деньги, за которые нужно переживать. Это не те деньги, за которые нужно переживать. Переживать нужно за то, почему у тебя, блин, их нет, вот за это переживать надо, серьезно говорю. Когда у тебя есть, не знаю, там в свободном доступе кусков 50, ты вообще париться не будешь, что у тебя что-то там, лишнюю пятихатку переплатил. Вот за это надо переживать, что у тебя их нету, а не за то, что ты их потратишь. Тем более тратишь ты их один раз. Один раз, напоминаю. В рамках маркетинг-плана Genesis, в рамках Selfmade System вы активируетесь один раз, все действующие продукты, которые сейчас есть, они уже ваши. Все последующие продукты, которые будут добавляться на платформу Selfmade System, они уже ваши. Это необходимо знать, это необходимо понимать. Даже не знаю, сегодня у меня была такая очень интересная ситуация, мне человек один написал, что, ну, активные пользователи автовебинаров, то есть я напоминаю, что наши продукты, они самостоятельные, они от Selfmade абсолютно никак не зависят. Это самостоятельные, полноценные бизнесы. Selfmade, мы на Selfmade просто объединили, да, и дали громадную скидку, но это полноценные бизнесы. Так вот, один из пользователей хак-непиара, ой, господи, автовеб-хак, мне сегодня написал, что, Жень, так, а зачем я буду сейчас ежемесячно по 15 баксов оплачивать, когда я сейчас просто всю команду заведу в Selfmade, это будет намного дешевле, плюс мы целый год вообще париться не будем. Я говорю, ну, как бы, да, огонь план, красавчик, вообще красавчик. Поэтому вы должны понимать, что за продукты вы получаете и как эти продукты преподносить, да. Ладно, окей. Тема следующая, ребят. Да, спасибо. Ребят, смотрите, тема следующая, едем. Вопрос теперь о активности. Смотрю, у нас есть небольшая такая проблемка именно активности в социальных сетях. Я недаром говорил, недаром я просил в Телеграме, что подписывайте посты, обязательно все свои посты, обязательно подписывайте хэштегами, потому что я проверяю каждый хэштег и смотрю на общую активность, да, людей, собственно, в сети, да, и активность на самом деле не ахти. Да, на платформе там почти полтысячи человек, да, вся лента ВК завалена, да, это как бы все есть, но этого недостаточно. Я рекомендую сейчас сделать что? Особенно для тех, кто заходил командами. Ребят, вот я сейчас обращаюсь в первую очередь к вам, вот в самую первую очередь к вам, кто заходил сюда командами. Для вас специально выделялись вот эти дни, мы не давали прямую ссылку, чтобы никто не регистрировался, чтобы вы там структурки построили, да. Вот сейчас обращаюсь непосредственно к вам, смотрите, ну разве сложно написать своему партнеру и спросить, как у него дела? Ну серьезно, ну разве сложно? По-моему нет, да? То есть этот человек, а, тебе доверился, б, он за тобой пошел, с, он готов вкинуть деньги. Понимаем, да? Разве сложно просто написать своему партнеру и сказать, Вась, привет, смотри, ты по моей ссылке зарегался, ну как у тебя там дела? Че, вот ты разобрался, посты поставил, может тебе помочь? Давайте помогу, слушаю, давай, пошли вместе с тобой за ним в раздел креатива, я тебе помогу пост сляпать, я тебе помогу хэштеги прописать, ну разве это сложно сделать, ребят? Нет, это не сложно. Не забывайте, самое ключевое, вот, это большая ошибка на самом деле, интернет предпринимает, ну как интернет предприниматель, я их называю паразиты на самом деле, но их интернет предпринимателями нельзя назвать, это паразиты, это люди-паразиты. Вот большая вот эта вот ошибка, когда ты смотришь на свою структуру и ты видишь там только аватарки, ребят, за этими аватарками настоящие живые люди. За каждой, за каждой вот надписью в твоем личном кабинете, вот я сейчас открываю раздел «Моя команда» и вижу у меня здесь вот Евгений, Артем, Алла, Егор, Александр, Константин. Я здесь вижу людей, настоящих, блин, живых людей. Первое, со своими проблемами. Второе, со своими заморочками. Третье, со своими сильными и слабыми сторонами, сторонами, как это правильнее сказать. Понимаете, да? У кого-то мог интернет отрубиться, у кого-то свет выключились. Это, блин, нормальные, живые люди. И у них могут быть какие-то проблемы. А это люди, которые пошли за тобой, люди, которые тебе доверились. Поэтому будь добр, возьми попку в ручки и помоги своему человеку, помоги ему, просто напиши ему, дружище, ну как у тебя там справился? Пост поставил, рекламку запустил, пошли, я тебе помогу, пошли. Тебя не переломит, зато в тебе он увидит действительно поддержку и опору. Реально увидит. Поэтому, ребят, давайте после того, как закончится эта трансляция, все-таки перестанем видеть в кабинетах аватарки, а начнем видеть за этими аватарками людей, людей, у которых есть свои проблемы, заморочки, и постараемся каждому из них помочь. Вот кто за, бомбим девятку в чат, я почитаю. Скажите, я могу сына зарегистрировать, мы одного ноутбука, да вообще без проблем, можете хоть все село перерегистрировать. Я написал своим подключенным, красавчик. Едем дальше. Ребят, смотрите, насчет того, что там с одного ноутбука и там, не знаю, с одного дома и так далее, вообще никаких проблем. Регистрируйте кого хотите, как хотите, сколько хотите. Вопрос в другом. Вы должны понимать, что каждое место, каждое место, да, под ним должен формироваться товарооборот. Поэтому, если я захожу сам, я понимаю, что я качаю, я понимаю, что за мной зайдет армия людей. Я ставлю, например, условно говоря, там какой-нибудь аккаунт своей жены, я понимаю, что за ней никто не пойдет. И мне придется впахивать за этот аккаунт. То есть, вот это нужно держать в голове. За каждое левое место, которое ты занимаешь, ты должен будешь сделать двойную работу. Это нужно в голове держать. Да, понятное дело, это старт. Да, понятное дело, это переливы. Да, понятное дело, тебе там бахнет люди, и дай бог под тебя попадут активные, у тебя структурка пойдет все огонь. Ну, чисто по-человечески. Ты же должен понимать, да, что тебе все равно на этот аккаунт надо будет работать. Поэтому держите этот момент в голове. Едем дальше. Теперь, ребят, по пополнению. Это не дальше, да, это вот продолжение темы по пополнению. Смотрите, во-первых, 500 рублей, ребят, это не те деньги, за которые нужно переживать, но сам будет работать вообще огонь, значит. Смотрите, вопрос пополнения, да, опять же. Есть такая штучка, там, наверное, мне сейчас демонстрацию экрана будет проще включить, иначе я его сейчас за этого запутаю, короче. Это, наверное, надо будет сделать вот так. Бахните в чат, когда будет видно мой экран. Видно, да, ага, окей. Смотрите, вот когда мы нажимаем, вот, продолжить, да, ну, непосредственно на фрикасу, когда мы переходим, вот здесь вот есть вот эти вот три верхних кошелька. FK Wallet. Смотрите, в разделе помощь вот здесь есть видеоролик, в котором я прям черным по белому говорю, что не надо использовать вот этот вот, по-моему, да, прям черным по белому говорю, да, что не надо использовать вот эти кошельки. Почему? Потому что, чтобы их использовать, вы их должны для начала завести. То есть, если мы используем для пополнения, например, какой-нибудь Umani, мы просто тыкаем на Umani, да, вводим сюда вот почту свою, нажимаем «Перейти к оплате», нас перекидывает сразу на сайт Umani, и мы сразу делаем прямую оплату. То же самое с визой, то же самое там, господи, с Пайпалом, Перфектом и так далее. Вот здесь немножко по-другому. Здесь для того, чтобы вам пополниться, вам необходимо сначала завести себе вот этот кошелек, который называется FK Wallet. Как вот вы, например, себе Яндекс.Деньги заводили, то есть, ну, объективно, да, у вас же Яндекс.Деньги не из воздуха взялись, вы же там аккаунт, блин, делали, делали. То есть, вы регистрировали этот кошелек. То же самое и здесь. Если вы зарегистрируете себе кошелек FK Wallet, вы сможете с него пополняться, причем комиссия будет намного меньше. Это очень важный момент. Я, собственно, для этого как бы это все дело и подводил. Комиссия будет намного меньше, по-моему, процентов так на 50, как ли не на 60. И очень быстро будет пополняться. Поэтому, если вы, опять же, ну, есть у вас вот эта вот проблемка, что вот сложновато вам переплатить вот эти 500 рублей, мы в любом случае законы бизнеса все знаем, да, первое, мы при любых раскладах теряем либо время, либо деньги, да, поэтому если ты хочешь сэкономить деньги, тебе нужно потратить время, поэтому не будь ленивой попой, а просто иди и сделай себе кошелек FK Wallet, сэкономишь на деньгах, потратишь немножко больше времени, там буквально полчаса у тебя пройдет, чтобы этот кошелек завести. ФK Wallet, вот подсказывает как раз Дима, да, скорее всего, что комиссия 200 рублей, максимум 250, ну, как бы такая небольшая экономия. Если он есть, конечно, его можно использовать, да. Ладно, окей, хорошо, ребят, смотрите, едем дальше. Какие у нас еще вопросы были? Вопросы документации, ребят, этот вопрос уже решается. Этот вопрос уже решается, выше, выше говорю, в телеграм-чате я девочке объяснял, да, она вопрос задавала, что что-то там документы, не документы и так далее. Во-первых, этапы, давай, здесь нужно понимать этапы. Во-первых, сейчас нужно, не нужно, да, уже ведется работа над регистрацией сначала продуктов, чтобы продукты официально были зарегистрированы, да, то есть отдельно регистрируется автовебхак как самостоятельный бизнес. Я напоминаю, это не просто там, как какой-то курсик, да, который вот мы взяли и просто поставили, да, ну, как это делают крутые классные компании, да, лайком прям. Нет, это полноценный бизнес, самостоятельный бизнес со своей самостоятельной аудиторией, поэтому регистрировать его нужно отдельно. Второе, сервис Hackney PR, то же самое, абсолютно то же самое, полноценный самостоятельный бизнес регистрируется отдельно. И только после этого будет регистрироваться сам Selfmade System с продуктами, которые были зарегистрированы заранее. Это, конечно, это в любом случае юридические заморочки, они вот на этот процесс, который у нас сейчас происходит, абсолютно никак не влияет. Но если вдруг, то вы знаете, что вопрос этот решается в данный момент, это все дело подготавливается, как только будет готово, мы в любом случае все это дело выкатим, а в чат вы все это увидите, и ничего страшного здесь не будет. Поехали дальше. Вопросы еще были по баннерам. По баннерам, да, ребят, баннеры в основном рисую я, креативы, поэтому рук на самом деле не хватает. Сейчас, как только руки дойдут, обязательно сделаю баннеры, там какие-то стандартные, вы просили размеры баннеров, да, я так понял, узенькие какие-то, не проблема, я накидаю их, может быть, сегодня вечерком даже скину в чат, поэтому за это даже не переживайте. Дальше вопрос следующий, просил, кстати, в чате. А, вот, если зарегистрирован хакни-пиар, без проблем, просто сделаете новую регистрацию, и вот, кстати, сейчас продолжим, да, сделаете просто новую регистрацию, заведете новый кабинет, и, внимание, когда вы заведете себе новый кабинет, вы получите деньги на счет. Сейчас я включу демонстрацию экрана, и еще раз вам все это дело покажу. Смотрите. Отпишитесь, пожалуйста, как будет видно демонстрацию. Видно, да? Хорошо. Вот у нас есть сервис хакни-пиар. После того, как... Ну вот, ладно, хорошо, давайте даже, наверное, по-другому сделаем. В личном кабинете, в разделе «Покупка пакетов» у вас вот есть вот этот вот ролик, за что вы платите деньги. Здесь, в принципе, рассказано, что вы получаете, но после того, как вы примите условия пользовательского соглашения, купите пакет «Генезис», у вас откроется вот этот вот раздел, раздел «Наши продукты». В этом разделе будет два видеоролика, да, два видеоролика с кнопками «Ролик по хакни-пиар» и «Ролик по автовеб-хак». Я там вкратце рассказываю, что это за сервисы, как они работают, и там будут кнопочки, естественно, на регистрацию. И вот после того, как вы на эти кнопочки нажмете, вас перекинет, естественно, на, вот, например, на хакни-пиар, да, если на хакни-пиар нажали, вас перекинуло вот на сервис хакни-пиар, напоминаю, это самостоятельный, отдельный бизнес, самостоятельная площадка. Вы пройдете регистрацию, у вас здесь будет написано, что вас пригласил там Selfmade System, да, все нормально, вы зарегистрировались. И после того, как вы зайдете к себе в офис, да, после того, как вы зайдете, собственно, в сам кабинет, подождем сейчас 25 секунд, видеореклама запустили, после того, как вы зайдете, в общем, к себе в кабинет, у вас вот здесь слева, вот здесь вот слева, будет баланс 120 долларов, ребят, это необходимо понимать, пока рекламка тут идет, вот этот момент объясню. Никто вам не будет выписывать випку, выписывать випку это глупо, это глупо, это нецелесообразно, ну, не обязательно людям випки нужны, да, людям в основном реклама нужна, поэтому. После того, как вы зарегистрируетесь, у вас вот здесь на балансе будет 120 долларов. Что с этими деньгами можно сделать? Здесь вариантов масса. Во-первых, можно зайти в раздел, например, купить вип, купить вип и посмотреть, какие здесь вообще покупки доступны. Здесь есть покупка на месяц, здесь есть покупка на 90 дней, здесь есть покупка на 180 дней, это на полгода, есть покупка на год. Внимание, покупка на год стоит 100 долларов, у вас на балансе будет 120. Разница в 20 баксов, то есть вы спокойно можете купить себе 100 долларовый пакет сразу на год, на 365 дней, а остаток в 20 баксов бахнуть на рекламу. Можете размещать тут топ-предложения, вот эти баннерки запускать, видеорекламу на входе пускать, рассылки сообщений, тут пуш-рассылки и так далее. Да что хотите, то и делайте с этими деньгами. Это ваше право. Можете поступить по-другому, можете купить себе на 180 дней, да, на полгода, например, всего за 50 долларов, а остаток денег бахнуть на рекламу. Но, заранее говорю, ни при каких условиях не старайтесь эти деньги выводить, потому что в любом случае вывод вам никто не одобрит, потому что это, ну, это баланс внутри сервиса может только использоваться. Кому на этом моменте все понятно, поставьте, пожалуйста, цифру 8. Окей, отлично. Принцип точно такой же на автовебхак, не вижу смысла, это сейчас то же самое показывает, там вы точно так же регистрируетесь, получаете баланс 180 баксов и точно так же покупаете себе випку на год, остаток пускаете на рекламу, там потому что на автовебах тоже есть внутренняя реклама, я вам сейчас покажу, собственно, где она у нас находится. Вот это вот, да, то есть вот здесь вот можете бахнуть рекламку, я не знаю, может мы потом еще впоследствии тоже какие-нибудь карусельки сюда добавим, почему бы нет, лишним не будет. Поэтому без проблем можете остаток денег бахнуть вот сюда на рекламу. В общем, все, что вашей душе угодно в рамках тех денег, которые, собственно, вам даются. Хорошо, смотрите, вопрос следующий, вопрос маркетинг-плана. Я уже не знаю, я даже не знаю уже, как реагировать на таких людей, которые пишут, что 100% сеть не существует. Ребят, розовых бегемотов не существует, 100% сеть существует. Это математика. Как раз таки вот девочка в чате вот этот вопрос задавала, что как это у вас так получилось, что у вас там 100% сеть, да? На самом деле все объективно, ребят, смотрите. Когда вам будут задавать такие вопросы, а как так вообще вышло, что 100% сеть, да? Ну, во-первых, во-первых, это продукт, продукт принципиально цифровой. Первое, мы за этот продукт не платим производителям, мы за этот продукт не платим никакую там транспортные расходы, какая-то там логистика, мы не арендуем никакие склады, а этот продукт не имеет себестоимости, потому что, напоминаю, это полноценные бизнесы, которые работают в отрыве, они давным-давно уже окупились, уже вышли на сверхприбыль давным-давно. У них нет себестоимости. Понимаете? Нет, просто нет. Поэтому мы можем отдавать 100% в сеть, что у нас нет растрат на окупаемость товара, у нас нет растрат на закупку товара, у нас нет растрат на логистику и так далее, наш товар цифровой. Поэтому мы вполне можем все деньги, которые приходят в систему, отдавать людям. Именно поэтому мы сделали такой маркетинг-план, который предусматривает, что все деньги, абсолютно все деньги, будут выдаваться людям в рамках маркетинг-плана. Вот теперь, наверное, поедем с вами по маркетинг-плану более детально. Давайте, наверное, его еще раз отрисуем, чтобы было прям четкое-четкое понимание. Конечно, я понимаю, да, что уже и ролики записаны, на тысячу рядов вы это видели, но это все равно нужно сделать. Смотрите. Первое, да, с чего мы начнем? Мы начнем с вами с математики. Есть я, я занимаю свое место в системе. Вот это я, Женя. Я приглашаю первого человека за 4 500. Помним, да, что вход у нас 4 500. Сколько я заработаю? Мне необходимо теперь ваше понимание. Сколько я заработаю? Пишите прямо в чате. Вот лично я сколько заработаю? 1 700. Правильно. Не 700, 1 700. 1 500 рублей. Вот я забираю сразу 1 700. 1 500 рублей я забрал по линейке линейный бонус 1 500. Бонус заполнения, поскольку вот у меня есть цикл. Этот цикл рассчитан на 100... Так, наверное, другим цветом надо нарисовать. У меня есть цикл. Цикл рассчитан на 120 человек. Больше сюда тупо не вместится. Вот больше сюда в принципе не влезет. И поскольку этот человек находится в рамках вот этого цикла, и он в рамке 120 человек еще влазит, значит, мне положено с него забрать еще 200 рублей. Это бонус заполнения. Бонус заполнения. Заполнение. 200 рублей. В сумме 1 700 у меня уходит сразу на мой основной баланс. Основной баланс у меня находится вот здесь. Господи. А, я вам его сейчас не покажу. У меня же еще не куплен пакет. Ладно, тогда. Но он вот здесь, в общем, будет отображаться. Это баланс, который уже ваш. Это деньги, которые вы можете забрать. Это ваши деньги. 1 700. Остаток в 2 200. Это тоже ваши деньги. Но они уходят в вашу накопительную часть. Накопительная часть. Накопительная часть. 2 200. И теперь нам нужен калькулятор. Я понимаю, что мы это тысячу раз с вами уже проходили. Вы тысячу раз это слышали, но понимание просто нужно. И еще раз. Вот человек пришел, четыре с половиной внес. 4 500. 1 700 я забрал сразу, полторашка по линейке, а 200 по бонусу заполнения. 1 000. Господи. 4 500 минус 1 700. Что ты, я мая? 4 500 минус 1 700. 2 800 у нас остается. 2 200 тоже забрал я. К себе в накопительную часть. 2 200. 500. Чего? Еще раз. 4 500 минус 1 700. Минус 2 200. 600. Во, аллилуйя, блин. 600. Я аж это что-то такое думаю. Что-то здесь не то. Какие-то цифры неправильные пошли. Все. 600 рублей у нас остается. 600 рублей расписывается на 3 человека наверх. Допустим, здесь есть еще один человек, здесь есть еще один человек. А вот здесь вот человек оплатился. Так вот, с его оплаты, с его 4 500, вот этот 200 заработал и 1500 он заработал. Вот этот 200 заработал, вот этот 200 заработал, еще и я 200 заработал. Теперь понятно, куда деваются эти деньги. Они расписались на 3 человека наверх. А теперь вопрос, да, Чепятка. А теперь вопрос. А где, собственно, была проблема-то? Где проблема? Я показал, как 100% денег ушли в сеть. Все 100% денег. Вот 4 500 пришли, 4 500 ушли. 100% денег. Сколько пришло, столько и ушло. Ни копейки, ни пенса не взялось. Никуда, ни в счет администрации, ни в счет развития проекта, ни какой-то там скрытой комиссии. Нет, 100% денег пришло, 100% денег выдалось. В чем проблема на самом деле? Не понимаю. И очень часто я даже на ютубе у себя вижу комментарии. Вранье, вранье. Человек, ты просто включи калькулятор. Элементарно. Это вот это изобретение, которое... Это приспособление, которое придумали тысячу лет назад. Калькулятор называется. Он у тебя, кстати, в телефоне есть. И сейчас прямо вот даже... Даже вот не знаю, я, наверное, сейчас Америку открою. Но в твоем телефоне, оказывается, не только смски можно писать. Там еще и калькулятор, блин, есть. Вот открываешь там калькулятор, считаешь. Четыре с половиной тысячи пришло. Тысячу семьсот я забрал. Две двести я забрал. Шестьсот рублей на троих наверх расписалось. Блин, а в чем проблема тогда? Да нет, проблема. Сто процентов денег все эти, ребят. Кому понятно, ставьте плюсик. Все окей. Да, я про это и говорю. Да, примерно процентов двадцать не верят. Да даже больше. Я не знаю, мне человек, не знаю, уже человек семь-восемь, наверное, написали. Ну, условно говоря, из десяти, да? Из десяти человек семь-восемь пишут. Как это что процентов сеть? Ты что ты? А такое вообще бывает? Да ладно, ты серьезно? Как так не бывает-то? Все бывает. Калькулятор, берешь, и все у тебя работает. Да-да-да, окей, все хорошо, ребят, смотрите. В принципе, на самые ключевые вопросы мы с вами ответили. Теперь давайте непосредственно поговорим по тому, что сейчас делать нужно, по тому, что сейчас делать не нужно, и как мы, собственно, с вами будем запускаться. Так вот, первое. Что нам сейчас с вами нужно делать? Мы с вами уже выше поговорили. Первое. Нужно поработать со своими людьми. Это обязательно. Это обязательно нужно поработать со своими людьми, спросить, как у них там дела, все ли у них получилось, может, этим там чем-то помочь, да, может, их вообще лучше не трогать, да, они-то вот самостоятельные там, и шьет, и вяжет, и спать не ляжет. Вот он молодец такой, вот он сам, да, ну, окей, хорошо, давай сам, все, я тебя не трогаю. Проработайте свои структуры, это первое. Второе. Обязательно создавайте информационный фон на своих площадках, да, на своих социальных сетях, там, в своих телеграм-каналах и так далее. Вот я тоже сейчас сижу, не сейчас, да, я, в принципе, сижу, читаю, как бы, и звук, говорит, пропадает. Ребята, со звуком все нормально, ставьте десяточку, потому что у меня вроде все должно быть нормально. Ладно. Я вот тоже в телеграме сейчас читаю, что вот один, вот, что-то у него здесь не получается, другой, говорит, что-то у меня вот здесь не получается. Давайте мы с вами сейчас как определимся? Мы с вами сейчас разделим работу на два ключевых этапа, да, вот смотрите. Опять же, сейчас врублю демонстрацию. Мы сейчас с вами всю работу должны разделить на два ключевых этапа. Первый этап – это до запуска. До запуска. И второй этап – после запуска. После. Здесь и здесь работа, по сути, кардинально будет отличаться, потому что до запуска – это одна работа, после запуска – это другая работа. Я сейчас объясню для начала, что будет после запуска. После запуска у вас будет доступен раздел SM-система. Система. SM-система. В этой системе уже все показано, как надо работать. Прямо показано, вот прям реально показано. Прямо ролики записаны, тексты подготовлены, картинки нарисованы. Там прям реально показано, что конкретно надо делать, да. Что конкретно тебе сегодня надо делать, чтобы получить результат. Вот это там написано, там это все сделано. Но этот этап у нас будет после запуска. А вот самый важный у нас сейчас, самый интересный – это этап до запуска. Я вот прям сижу, читаю чат и понимаю, что люди немножко сейчас в таком разбеге находятся. Они не понимают, с чего им начать. Ребят, смотрите, самое простое. Самое простое – мы с вами делаем телеграм-чат, свой собственный телеграм-чат. Либо телеграм-канал, да, но лучше, конечно, телеграм-чат. Это делается очень легко. Вы заходите, господи, где у нас? Вы заходите к себе в телеграм. Вот здесь у вас есть три полосочки, да. Здесь вот есть кнопка «Создать канал» либо «Создать группу». Нажимаете просто «Создать группу» и ваша группа, блин, готова. Делаете там название какое-то, не знаю, там «Мегастарт», да, «Мегастарт», «Мегастарт», да. Цепляете сюда какую-нибудь картинку, не знаю, вот такую, пускай вот такая вот она будет классная, да. Все. Нажимаем «Далее». Закидываем сюда любого рандомного человека, который есть у вас в списке телеграм. Не знаю, там, Димку сейчас все закинем. Димасик, заходи-ка сюда. Все, все, чат готов. Все, все очень просто. Следующее, что мы делаем, мы берем, заходим вот сюда в настройки, тыкаем вот сюда, тыкаем три точки, выбираем «Управление группой». Тип группы пишем «Открытая», ну, «Публичная». «Публичная» и делаем для нее какое-нибудь название. Тоже «Мегастарт». «Мега». О, господи, латинский международный, да. «Мега». Ну, условно, вот такая. Все, нажимаем «Сохранить». Сохранили, все готово. Нажимаем «Сохранить». Все. Теперь у нас есть публичная группа, в которую могут добавляться люди. Тыкаем снова сюда, и вот у нас ссылочка. Шлепаем. Ссылочка у нас скопирована. А теперь что мы делаем? Правильно, мы идем в социальную сеть ВКонтакте. Так, переключимся на какой-нибудь другой аккаунт, вот сюда зайдем, например. И на своей странице ВКонтакте пишем, собственно говоря, пост. Вставляем сюда сразу эту ссылочку, чтобы она у нас была под рукой. И пишем пост. Посты у нас где? Правильно, посты у нас в Телеграме. Вот здесь. Поднимаемся наверх. И там у нас есть целая гора постов. Саш, по-моему, ты где-то недавно скидывал. Саш Смирнов, ты сейчас здесь, ты сейчас в комнате. Продублируй, пожалуйста, в чат еще раз посты, чтобы люди не парились, чтобы люди не искали. Да, потому что вот так вот мотать это очень и очень сложно. Мне это тоже не нравится. В общем, продублируешь посты. Я сейчас как-нибудь по-другому попытаюсь найти. Так, фотографии. Вот так вот. Нет. Так, перейти к сообщению. А, вот так вот. Все. Ну, сейчас Саша продублирует посты. Собственно, вы заходите в группу. Сохраняем изображение на рабочий стол. И закидываем, да. Копируем текст. Полностью скопировали. И идем к себе в страницу ВКонтакте. И просто тупо это дело вставляем. И вот здесь, где написано. Не хватило информации, написано «Заходи в чат». Мы ставим ссылочку на свой чат. Вот так вот. Опчики. Загружаем сюда картинку. Это дело. Можем скрыть карточку. Нажимаем «Опубликовать». И вот таких постов шлепаем как можно больше. Как можно больше и как можно активней. Что будет происходить дальше? Люди будут читать, да, что сейчас какой-то чат, да, что, господи, сейчас какой-то старт, ничего не понятно, как бы селфмейт, как-то переверним ЛМ, как-то девчонку, он стоит, улыбается. В общем, ничего не понятно, хочу разобраться. Что он делает правильно, он заходит в чат. Это ваш чат, напоминаю. Вот человек, допустим, подключился к этому чату. Что мы делаем в этом случае? Давайте я вам сейчас прямо сюда скину ссылку, и кто-нибудь туда подключитесь. Что я буду делать в этом случае? Сидите, кто-нибудь в чат сейчас. Что, ни у кого телеграммы под рукой нету? Кто-нибудь, зайдите в чат. Меня вообще слышно, нет? Вот, Александр зашел в чат. Вот, у вас будет точно так же. Вконтакте вы разместили пост. Вот смотрите, зашел Александр, да, у вас вот здесь вот есть... Ого, сколько народ набился. Вы смотрите, да, люди зашли в чат. Вы что делаете? Правильно, вы просто записываете кругляшочек. Специально записываете кругляшочек, в котором объясняете, что... Ладно, даже если мы не записываем кругляшочек, мы найдем записанный заранее кругляшочек. А вот Саша у нас уже переслал посты. Саша, еще перешли, пожалуйста, кругляшочек, который я записывал, да? Так. Сейчас я его найду и перешлю. Так, 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 так. Вот. Вот он, кругляшочек. Просто берем вот этот вот кругляшочек и пересылаем в свой чат. Вот он, мегастарт. Вот так вот бахово сюда. Все, все, ребят, вся работа. Вот это реально вся работа. Вот это все, что вам сейчас надо делать. Первое, давайте еще раз пройдемся по алгоритмам. Первое, мы с вами создали чат, да? Сделали здесь ссылку, пошли к себе в ВК, сделали там пост, поставили эту ссылку. Как только видим, что человек добавился, мы просто берем и пересылаем ему вот этот кругляшочек. А в кругляшочке я говорю, чтобы он сначала зарегистрировался, поэтому мы идем на self-made, настройки профиля, копируем свою реферальную ссылку, заходим, делаем вот так вот, опа-на. А потом еще текстом мы пишем. Как зарегаешься? Как зарегаешься, заходи, заходи сюда. Делай. Как зарегаешься, заходи сюда. Вот так вот. Как зарегаешься, заходи сюда. Опа. Все. Раз, два, три. Это вот три простых действия, ребят, на самом деле. Вам просто это надо один разок сделать, у вас все получится, и вы поймете, что на самом деле здесь ничего сложного нет. Вообще ничего сложного нет. Давайте еще раз проговорим шаги. Первое. Первое. Делаем группу. Группу. Господи. Группу в Телеграме. Второе. Делаем ссылку. Пишу я, конечно, утратительно. Да, делаем ссылку. Третье. Делаем посты в социальных сетях с этой ссылкой. Делаем посты. Посты в соцсетях. С этой ссылкой. С ссылкой. Четвертое. Когда человек добавляется, регистрируем его по своей реферальной ссылке и отправляем в общий чат. Так. Пишу, чел зарегался. А, чел зашел. Зашел в чат. В чат. Отправляем на регистрацию. На регистрацию. А потом в общий чат. В общий чат. Вот. Раз, два, три, четыре. Четыре простых шага. Четыре простецких шага. Ребят, сделайте это. Для начала это сделайте. А потом поймете, что это на самом деле все очень легко и просто. Переименовать можно из... Так, из канала... Переименовать из канала в группу. Зачем вам это надо? Не вижу смысла на самом деле в этом. Гораздо лучше, когда это будет группа. А, все, понял. Да, из канала в группу. По-моему, нельзя так делать. Так, короче, не паритесь, просто создайте новую, да и все. Дальше. Михаил пишет. Закрытие цикла в программе Genesis происходит при условии наличия 120 оплаченных участников программы в команде партнера. При зацикрении цикла опционально происходит автоматическая покупка первой площадки. Да, все верно. Для получения вознаграждения трех просумов вознаграждения. Это к чему? Это же все было написано. Да, почерк вообще ужасный. Я понимаю. Так, это, наверное, кому-то выше отвечали, что ли? Я, наверное, здесь кучу моментов пропустил. Как их доставать? Ничего не понял. Так, 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 так. А, ну это Михаил, наверное, просто скинул, я так понимаю. Миш, отпишись. Это я так понял. А, не поняли этот момент. Так, собственно, что непонятного? По закрытию цикла, да? Кто не понял? Ладно, хорошо, давайте сделаем так. Так, кто не понял про закрытие цикла? Кто не понял про закрытие цикла, поставьте, не знаю, там, плюсик. Вот Михаил не понял про закрытие цикла. Хорошо. Давайте сейчас, значит, будем рисовать то, как закрывается цикл. Ладно, с Telegram разобрались, да? Хорошо, вот я, ладно, окей, сейчас зафиксируем, да, про закрытие цикла. Хорошо, мы этот вопрос разберем. Смотрите, с Telegram разобрались, то есть, что сейчас конкретно надо делать, с этим разобрались. Вот кто понял, в общем, что сейчас надо делать, поставьте, пожалуйста, 15, чтобы нам вот этот вопрос уже закрыть, а потом переключаться. Кто понял, чем сейчас заниматься, да, поехали заново. Нужно поработать со своими партнерами, дальше нужно сделать группу в Telegram, желательно сделать ее и желательно работать вот именно вот так. Если вы работаете какими-то своими методами, какими-то своими способами, ну, без проблем работайте. Но вот так, как бы, это стопроцентный вариант, он по-любому проверен, он по-любому будет давать результаты. Делаем группу, гоним туда людей, человек зашел, регистрируем, отправляем в общий чат. Все, вот, раз, два, три, четыре, четыре простых шага. Хорошо, все, этот вопрос закрыли. Дальше, давайте закроем следующий вопрос сразу, это что делать нельзя, ребят, ребят, сейчас не надо спамить. Вот спамить ни в коем случае нельзя. Сейчас надо вот работать красиво, да, сейчас надо создавать вот эту массовость, нужно очень-очень много там классных постов красивых, интересных писать, да. Вот это сейчас надо делать, людей в группу надо, вот это надо, да, собирать там свою базу. Надо людей регистрировать по своей ссылке, это надо. А вот спамить сейчас не надо. То есть, вот это по-любому делать не надо. Все, хорошо, эти два вопроса порешали, теперь давайте перейдем к закрытию цикла. Записать отдельное видео, как создать группу, и четыре этапа, да, без проблем сделаем, хорошо. Я сейчас, когда закончу эту трансляцию, сделаю отдельно, прям, вот этот вот мини-урок, да, как вот это сделать, хорошо, без проблем. Давайте теперь по закрытию цикла. Так, я так понял, здесь Михаил просто скопировал из кабинета, да, и я так и не могу, на самом деле, понять суть вопроса-то. Хорошо, давайте разберем, какой момент, как закрывается цикл. Вот у нас есть с вами наша структура в 120 человек, да, вот она. Вот здесь вот стояли вы. У нас по три человечка расстановка идет, верно, верно, здесь один, второй, третий. Под ними еще, под ними еще, под ними еще. Вот он, ваш цикл, он составляет 120 человек в общей. Больше здесь не может быть. Вот больше 120 здесь быть не может в рамках именно вашего цикла. Вот ваш цикл, он составляет 120 человек, не больше. Эти 120 человек, как они у нас распределены? Они распределены на четыре линии. Первая линия сколько, правильно, три человека. Вторая линия сколько, правильно, девять человек. Третья линия сколько, правильно, 27 человек. И четвертая линия самая, у нас могучая, самая мощная, которая приносит нам, по сути, все деньги. Это 81 человек. То есть в сумме у нас получается 120 человек. Смотрите, как только у нас собралась вот эта группа из 120 человек, цикл ваш закрыт. Как она может собраться? Вы можете лично каждого пригласить. Вы пригласили вот этого, вот этого, пригласили вот этого. Первую линию забили, да, тремя людьми. Вот так вот вы ее забили лично, да? Лично забили. Но вы пригласили плюс четвертого. Плюс одного, да? Четвертый. Он куда пойдет? Правильно, он пойдет уже к вам во вторую. Под одного из вот этих вот предыдущих трех. Переливчиком он упадет вот сюда. То есть вот таким вот образом вы можете все еще приглашать, приглашать, приглашать. И цикл у вас будет наполняться, 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 наполняться благодаря только вашей работе. Но в один прекрасный момент вы можете устать, например, а эти-то люди сюда тоже не просто так посидеть пришли. Вот этот, например, пригласит тоже одного. Это будет его первая, вот в рамках его цикла, это будет его первая линия, а для вас-то это уже будет третья. Для вас-то это будет третья, это для него она первая, для вас-то это третья. А вот для него, вот для вот этого, это вторая. Он же в рамках его цикла находится. И вот таким образом мы друг дружке будем помогать. Мы друг другу будем помогать закрывать циклы. С этим моментом понятно? Я в числе 120, ну, конечно, все в числе 120. Все, с этим моментом понятно, хорошо. То есть мы друг другу помогаем вот эти циклы закрывать. Что происходит, когда вы закрываете вот этот цикл? То есть вот он все, вот он закрылся. Вот здесь вот у нас встал последний 120 человек. Вот сюда вот он встал. Он не может встать никуда сюда, сюда или сюда. Он встанет обязательно сюда, последний 120. Почему? Потому что структурка заполняется сверху вниз и слева направо. По-другому она заполняться не может. Как только вот сюда встал 120 человек, неважно, чей он, это пригласили лично вы. Потому что здесь мест не было свободных, да, вот он, последнее место было здесь. И вот вы его сюда последнего поставили. Может быть это были не вы, может быть вот здесь вот на вот этой вот линии был партнер, вот на этой. Он закрывал свою матричку, да, то есть вот так вот он ее закрывал. Ему-то надо было свою первую. Да, первую, это его первая. Ему надо было свою первую закрыть, вот он сюда вам человека и поставил. То есть трех пригласил, вот так вот. И первого он человека вот сюда вот и поставил. Это мог он пригласить. Это мог вот этот человек пригласить. Или вот этот человек пригласить. Или вообще один вот из этих любых. То есть кто-нибудь из них пригласил человека, и он стал к вам последним 120. Что происходит в этом случае? В этом случае ваша, конкретно текущий вот этот цикл, он останавливается полностью, все, он останавливается. Понятное дело, что под ним здесь еще идет работа. Вот этот человек продолжает, как бы это нарисовать-то, каким-нибудь другим цветом. Вот этот человек продолжает закрывать свой цикл. Понятное дело, что здесь растет глубина, но она вас уже не касается, все, он работает дальше на свой результат, на свой баланс. Вы свои 120 закрыли, все. Все. И после того, как вот эти 120 закроются, вы забираете из накопительной части 178 200. Это ваш накопительный бонус. При закрытии четвертого уровня, когда у вас в команде будет 120 человек, 178 200 вы забираете. В среднем завершится цикл, не знаю, я бы и за месяц, например, закрыл, почему нет. У всех по-разному. Хорошо, с этим разобрались. 178 вы забрали. Почему в правилах написано, что от 178 до 380 рублей? Это вот от. От до 380 тысяч рублей. Почему такой разбег? Все очень просто. Тысяч рублей, да? Почему такой разбег? Все очень просто. Здесь мы считаем еще и линейный, и бонус заполнения, потому что напоминаю, что каждый личник приносит вам полторашку. Лично. Плюс еще 200. Поскольку он находится в рамках вашей структуры. Он куда-то вот сюда вот упал, он 200 вам принес. Поэтому чем больше будет у вас личников, тем больше будет вот эта конечная сумма. Не, ну сумма-то конечная. На одна за цикл вы все равно 178 200 забираете. Ну в общем и целом в сумме вы заработаете максимально вот столько. 380 это максимум. То есть в совокупности вы это заработаете. С этим моментом все понятно. Поставьте, пожалуйста, плюсики. Сейчас я объясню, что дальше. Хорошо, с этим моментом все понятно. Сколько денег заработаете, все понятно. Что 178 это чисто накопительная, она никогда не меняется. А вот это по 1500 и по 200 здесь все зависит от вашей активности. Чем больше их будет, тем больше раз вы по полтора до по 200 получите. Поэтому сумма на выходе может даже выйти вот такая. Хорошо. Что происходит после того, как вы закрываете? Из денег, вот это уже, кстати, посчитано за минусом за этих, господи. Или не за минусом. Сейчас посмотрю на слайдах. По-моему, это не за минусом еще написано. Так, креативы. 178 200. Нет, это уже за минусом, да. Значит, здесь нет или не за минусом. Нет, это не за минусом. Да, все верно, это не за минусом. 178 200 это вот те деньги, которые придут к вам с накопительной части. Это те деньги, которые вот накопительная часть вам выдалась. Отсюда автоматически возьмется 4,5 для того, чтобы у вас активировался новый цикл. Новый цикл. И вы все это дело начнете заново. Давайте разберем теперь, как это будет выглядеть со стороны. Например, вот есть я. Вот есть я, да. Вот есть я. Есть я. А у меня есть свой цикл. Вот он он. Зелененький, да. Вот так вот его нарисуем. Вот такой вот он большой зелененький. У меня здесь должно быть 120 человек. Я пригласил первого человека. Я пригласил второго человека. Я пригласил третьего человека. И дальше я перестал работать. А вот этот вот первый, который мой, он оказался активным. И он взял и набомбил себе 120 человек быстрее, чем это сделал я. Ну, я тупо вообще вот здесь не работал. Он сюда вот пригласил. Ну, короче, он полностью весь цикл взял да закрыл. Вот так вот вперед меня. Что произойдет в этом случае? Я напоминаю, да, что ему 178 200 начислились. 178 200 ему начислились. 4,5 у него забралось для того, чтобы он активировал новый цикл. И где он активируется? Правильно, он активируется снова у меня вот здесь. Он пройдет круг и снова встанет под меня. И у него вот здесь будет новая чистая матрица. Для него это будет новая чистая, а для меня-то это еще старый цикл. То есть он продолжит закрывать мой же цикл. Мне же помогать. Если я в это время все равно продолжу ничего не делать, если этот человек, допустим, снова закрыл цикл, он снова залетит под меня. И когда он закроет свой третий цикл, и закрою я свой первый. Понятно теперь, как это работает? Кому понятно? Кто разобрался в этом? Ладно, давайте тогда по-другому. Кому непонятно? Кому еще до сих пор непонятно, поставьте, не знаю, там, 15. Ну, думаю, здесь, в принципе, и так все ясно. Вот у нас вот есть цикл, да, 120 человек. Да. Вот у нас есть цикл 120 человек. При любых раскладах он закроется. Это необходимо понимать. Он закроется самостоятельно, он закроется благодаря переливам, он закроется благодаря вашей личной работе, он закроется благодаря работе ваших партнеров. Рано или поздно он все равно закроется. И все равно он принесет вам вот эту накопительную часть 178-200, из которых возьмется 4,5, и цикл начнется заново. И вы попадете, может быть, даже под совершенно другого человека, который будет над вами, да, потому что вы же попадете к своему наставнику. Не, ну, понятное дело, что к своему наставнику. Ну, у наставника первой линии это может быть забито. Вы, может, попадете в какую-то ножку, где там вообще какая-то движуха прям такая активная идет, да, вы туда попали, и вас там снова переливами закрыли, почему нет, такое тоже может быть. Как раз вот девушка в чате у меня спрашивала, да, какой-то она там вопрос, короче, задала, я уже не помню, но суть в том, что тема у нас дошла до того, что я ей объяснял, что вы цикл свой можете закрыть даже вперед админа, вперед меня можете закрыть, вперед Диму можете закрыть. Вот не знаю, вот Данил, допустим, может закрыть свой цикл вперед Константина, Константин может закрыть свой цикл вперед там Александра Смирнова и так далее. Здесь все зависит только от того, насколько много денег вам надо и насколько быстро вам деньги нужны. Я не знаю, если вы сейчас сюда пригомите сразу, прям, 120 человек команду, ну, вы за час его закроете, ну, за час-то не закроете, на старта-то все равно там будет 30 минут, ну, за 2 часа вы его закроете, без проблем. Завидите сюда 120 человек, за 2 часа закроете и заберете деньги, вообще не проблема. Если я тупо подпишу троих, сколько смогу увести? 4 500, вы видите. Потому что по 1700 с каждого каких 5 200? Как 5 10, Дим? 1700 умножаем на 3. А, ну да, 5 100. О, все, математика. Математика у меня уже уехала. Да, если личники, все, понял. Да, если личники. Да, 5 100 вы и заберете. Все верно. Остальное у вас уходит в накопительную часть. Как только у вас формируется команда 120 человек, вот эта накопительная часть вам выдастся. Хочу 5 100 зарабатывать. Есть доход от вложенных? Да, конечно, есть. А как? В принципе, ребят, все. Я так понимаю, все. Все вопросы исчерпали. Все временные лимиты мы с вами тоже уже исчерпали. Сколько мы уже с вами на связи? Больше часа. Если есть вопросы, самое время их задать. Если вопросов нету, значит, нам еще очень-очень много надо с вами работать. В принципе, переживали уже, перемололи все, что можно. Если вопросов нет, так и пишите «нет». Основная ценность вашего проекта, по вашему мнению, основная ценность нашего проекта, по лично моему мнению, это то, что мы даем людям реально нужные продукты. Реально нужные продукты. Маркетинг, понятное дело, маркетинг классный, маркетинг крутой, но вот он просто есть и все. Что в нем удивительного? В нем нет ничего удивительного, понимаете? Я на первой встрече говорил, что не бывает удивительных маркетингов, не бывает уникальных маркетингов, не бывает такого, что человек, не знаю, там, спал, лежал и придумал какой-то супер-классный маркетинг. Да такого не бывает. Это обычный нормальный маркетинг. Нормальный маркетинг классный, продуманный, просчитанный, классный. Я считаю, все-таки основная ценность нашей площадки это все-таки продукты, которые мы даем, потому что они реально нужны, вот прям реально нужны. Выше мы об этом говорили. Это хак не пиар, это автовебхак, это инструменты, которые реально нужны. Кто-то может считать иначе. В принципе, ребят, у меня на этом все. На связи был Евгений Жбанов. Если взять тот объем информации, который я хотел сегодня передать за 100%, передал я его, наверное, процентов только на 80, услышали вы меня максимум процентов на 30, а может быть, процентов на 40. Поэтому, во-первых, будет запись, во-вторых, вы все меня видите прекрасно в чате, все вопросы в чате, без проблем на все буду отвечать. Все, ребят, пока-пока.